Пеша Травневая представляет собой пример того, что происходит с процветающим селом, когда закрываются градообразующие предприятия. И насколько велика ответственность тех, кто мешает развитию бизнеса в регионе, кто лишает обычных простых людей работы. Когда-то в Пеша Травневом работала крупнейшая на юге Украины птицефабрика. Это очень удобно. В связи с децентрализацией, люди надеются на перспективы рабочих мест, большую развитие села. Это интервью мы взяли у Владимира Горбатюка после сессии Першотравневого сельского совета, на котором было принято решение о добровольном объединении территориальных громад, в основе которого лежит уже проработанный детальный план развития. Жители сел, входящих в Першотравневый сельсовет, большие надежды возлагают на объединенную визирскую громаду. Принято решение по поводу формирования новой громады, это визирская объединенная громада, в которую входят все пятны сельских советов. Это визирка, Любополь, Сечавка, Новобиляры и Первомая. Я думаю, что это очень было правильное решение всех этих сельских советов, потому что надо уже начинать более-менее так работать больше для людей и создавать им более такие нормальные блага для их жизни. Это социальную сферу, это школы, детские сады, благоустройство, дороги, водопроводы и так далее. Я думаю, что эта громада сможет своими такими потенциалами эти работы выполнять и давать людям добро. Важно отметить, что экономическая целесообразность объединенной визирской громады основывается на значительных налоговых поступлениях, которые получает визирский сельсовет от предприятий, работающих на его территории. Самая крупная среди них – группа компаний ТИС. Препятствование его стабильной работе ставит под угрозу благополучие целого региона. Важно помнить, что ТИС – это социально ответственный бизнес с собственным благотворительным фондом, который ежедневно осуществляет реальную помощь социально незащищенным жителям Лиманского района. Субтитры создавал DimaTorzok